Всем привет! Сегодня мы в гостях у Заура Лакунова. Он специалист по изготовлению черкесского оружия. И мы сегодня пообщаемся на эту тему, как изготавливается оружие, как это все делается? Какие там особенности, нюансы? Мы работаем с отцом вместе, отец и я все делаем. И этот отец немножко приболел и лежит. Мы делаем все, что связано с национальным, это что женского убора, что мужского убора, национального костюма. У мужчины это основное, это шашка, кинжал, козыри, пояс. У женщин это также пояс, там нагрудник, подвески. Работаем в основном только серебром. Изготовляем там от куска вот такого наплавленного или отхода и уже вот в изделие в такое уже превращаем. Такой брусок методом катания, он в пластину превращается, уже такую тоненькую. Соответственно и шире, и толще там. Потом по ножнам, по ножнам вот трафаретами выкраиваем тот размер, который нужен нам серебра. Потом вот его уже начинаем уже изготавливать. По нему вот серебро выкраиваем с куска, спаиваем, где не хватает, допаиваем. Потом уже вот здесь будет видно, здесь еще черень только нанесли. А до черни еще и орнамент вот этот вот этот на самой пластине, припаиваем, наносим орнамент, потом уже накладываем черень, потом эту черень счищаем и догравировываем. Дальше, да. Тем самым здесь еще и филигрань присутствует. Это здесь три техники основные использованы. Это вот филигрань, глубокая гравировка и нанесение черни, чернение орнамента. Это черень, это тоже металл. Это сплав серебра, свинца, серы и меди. Ну, мы его покупаем, очень вредно его самому делать. А так и вот черень это вот она вот в таком виде, ну она шариками, ну так стеклом как бы кусочками разбитая. Она довольно таки хрупкая. И вот уже ее вот перемешиваем, накладываем, потом греем и наносится вот так черень. После нее уже гравируем. А там вот такой крюнок, это вот, да, уже готовый. Это буйволиный рог, это торсионная сталь в данный момент, Гитажеева, Анзора, вот он ковал. А обточка полностью все, уже отец сделал. Вот такой. Здесь если так набрать, могу показать. Вот так приблизительно. Ну они еще свое место будут ловить, они еще до конца не подогнены. Вот такое изделие получается вот так. Вот отсюда вот идет. А материал это кожа, да? Это кожа, основание это липа, дерево, ревесина. Здесь также бывает тоже орнамент наносится, бывает не наносится. Вот здесь мы обычно ставим наш клеймо мастера наше. Здесь там бывает родовой знак хозяина, кому дали. Ну здесь также еще бывают разные варианты. Здесь бывают тоже с элементами серебра, бывает вся головка серебряная, бывает целиком серебряная. Также вот, ну как бы, от возможностей и от, как бы, кто что. Да, по желанию. А так вот это классическая шашка. Ну, по егошним уборам. А если брать по изготовлению, по сложности изготовления, по техникам изготовления, она уже одна из самых сложных считается. Потому что есть, которые исполнены вот, как этот костыль, здесь только глубокая гравировка, без черни. А здесь же и черни, глубокая гравировка и филигран. Да, надо совмещать. И много по времени надо занимать? Ну, именно такая, сложная, да, много. Это, она занимает порядка, наверное, если от и до полностью брать, где-то месяца два, наверное, займет. Если заготовки есть, там материал есть, особенно с клинком, если проблем нет, то, в принципе, можно полтора месяца уложиться. Такая работа, ежедневная, кропотная. Ну, наверное, да, время, усидчивость немножко нужна, время вот уходит много на так. В принципе, несложная работа. А какие вот больше заказывали, допустим, на крошке или кинжалы? Вот есть такой вот, это кинжал, на реставрацию принесли старинный. Вот здесь его кто-то лаком покрывал, там, вот это тоже не родная деталь. И теперь вот надо мне еще третью сюда, под эти две подогнать, сделать, здесь начал рисовать. И вот, надо будет схожее, что-то сделать. Вот наружная похожая форма, а внутри орнамент разный. Вот этот более близ, ближе к нашему орнаменту, местному. Это уже что-то не наше. Но вот теперь надо что-то среднее сюда сделать, да, восстановить. А вот сама технология восстановления металлочистки, вот сложно? Вот и клинка? Да. Мы особо его не очищаем, потому что эти глубокие коррозии, которые вот на данный момент присутствуют, их если уберешь, вся форма клинка потеряется, он уже будет, он потеряет все свои исторические качества, ценность. Как старинное такое, уже легче новое заказать, сделать. Он, во-первых, он весь уменьшится в параметрах, он весь будет намного уже, тоньше, короче, и потеряет вид и ценность тем самым. Да, большая внешность, да? Да, его архаичность, я даже многим клиентам говорю, кто придет, ну они, например, вот это, это хотим, то хотим. Я говорю, ты его новым не делай, ты его не сделаешь новым, ты его испортишь, а он получается уже и не новый, и не старый, что-то вот между. И для меня, и для, я думаю, любого, кто немножко, как бы, уважает старину или немножко в ней разбирается, он, ему это неприемлемо, он не заход, легкая реставрация называется, это привести в чувство. Да, чтоб дальше не ржавел там, или что-то не было. А так прям, чтобы новым его делать, я смысла не вижу. Так же вот кинжан, это заготовки кинжан, его еще травить, там это все сверлить, подгонять, кость делать, очень много. Вот это немножко проще шашка, вот эта. Та была, соответственно, вот такими уборами, вот большими, а это вот вся идет, вот такие вот маленькие будут, вот здесь, здесь и вот здесь такая же вот. Это более простой вариант изготовления. Это, ну, подешевле, попроще, вот такой. Это дерево уже идет, обожженная деньгра, да. Это орех грецкий. В принципе, под кость так похожа. Да, вот такое. Ну, а этот, заказывают, допустим, ну, если даже казачество заказывать, упрощенные варианты, они какие-то свои? Ну-ка, они не то, что свои, они, в принципе, понимают, что основания, вот от чего отталкиваться, от того, например, как ты ни придумывай, ни гадай, уже все сделано. Сейчас нужно не свое заказывать, а то, что уже есть вот наработанное. Да, наработанное. Это вот наши адресские шашки, они понимают, что они более утилитарные, они легче, пластичнее, там, уже они веками, вот, что на Кавказе оттачивалось, в них уже есть вот в этих шашках. Кавказская шашка, это вот, как... Да, можно, конечно, что-то свое там, чисто для разнообразия, но тот, кто хочет, как бы, пользоваться ей долго и качественно, он должен придерживаться классики. А волчки делают? Да, ну, это, в принципе, волчок, это форма клинка, да, такой, они и заказывают, и такое, и такое, это уже на любителя. Вот те, кто рубкой занимается, они в основном хотят, чтобы срез клинка, этот, под клин был выбран, клинок. Те, кто и на то, и на другое, как бы, расчет берут, чтоб и легче будет, он под битву выбирает. Тот, кто для себя выбирает, он хочет какого-нибудь интересного, там, чтобы он был дамасский, там, вот, как вот этот узор у него, чтоб были, вот, чтоб там, ну, контрастные доллы были, ему не нужна пластичность, там, что-то, надо эффектность, чтоб было, да. Это вот как-то... Это узорчатая сталь дамаска, это вот эти все слои у него, вот здесь около, наверное, где-то порядка 300, 350 слоев, и тоже зависит от того, как куют. Есть штемпельные, есть крученные, есть такие, это вот с кузнецом, вот, кузнецы хорошо это могут объяснить. И, тем самым, еще и сталь, она, действительно, если в шашке, даже любитель может понять, она более пластичная, у нее, как слоеная, грубо говоря, как фанера, но она из разных слоев стали, там, обычно, они три сорта используют, и, когда его термической обработке подвергают, тем самым, у него и термическая обработка получается, ты же всем одинаково не дашь, потому что у каждой стали своя, как бы, оптимальная есть единица коленя, и один мягче, другой крепче, тем самым, вот, пластика, он, как бы, не такой хрупкий, как... Хотя сейчас моностали очень хорошие есть, они выдерживают хорошие нагрузки, современные типы, да? Да, да. А так, здесь у нас, ну, ножи делаем, вот, тоже, это тоже поднациональный тип ножа, так как ничего лишнего, как бы, всяких этих... барашку зарезать, разделать, там, я не знаю, с собой, там, да, это также филигрань, тут тоже гравировочка, это торсионная сталь, ну, пружинная мы ее называем, это рок-лося, а вот тут сейчас один делаем нож, это, вот это, например, это бивень мамонта, вот этот уже, как бы, в таком состоянии уже можно будет там доделывать, да, где оба бивень мамонта, ну, разный мамонт, этот посветлее, этот пожелтее, но этот еще не полирован, этот здесь уже вот тут получше видно будет. Да, так вот, как дерево, как бы, дерево? Да, вот это самшит, вот это самшитовое дерево, в принципе-то, ну, такое есть сходство, у нас и грубо будет тоже вот так вот, тоже будет похож, интересно. Ну, а вообще, как по стоимости вот этого? Цены разные, в зависимости от, в первую очередь, это сложность работы, не сравнишь, вот, как я показал, вот такую работу, с такой работой, соответственно, здесь и материала, вот, как в одной этой, тут в целой шашке будет меньше, чем в одной этой детали, и, тем самым, если ты, там настолько меньше материала, значит, его меньше не обрабатываешь, и, если на эту уходит, как я сказал, там, два с половиной месяца, на эту там месяц уходит, и, соответственно, она и дешевле намного, как бы. Так что, кто желает, контакты оставим? Да, да, это, я знаю дело, вот такие есть вот, интересные, это, это, эту форму вообще сделали, из-за того, что сама железка была такая, это, изначально это был старые советские коньки, это были вот так можно это было и вот кому не показываем на что похоже от чего там никто не угадывает я уже не спрашиваю такое как вы вышивку вы они они нет они вот вот эта чаша сзади вас вот это моя две сестры эльвира и залина вот одна из них залина делала эту чашу их там так на выставке перепутали написали швейная вышивка а так они у меня в кабыгу как преподавал они у меня студентками были сейчас я уволился если я не ошибаюсь это ли по по моему да я уже так не помню это мне еще курсовая работа их не было это летная это моя старая работа это чеканка здесь дерево вот тоже моя работа здесь чаша она сейчас на выставке в музее тоже это будет забрать а так рога вот отец очень любит резны и делает всякое это было тоже на выставке как момент какой-то сейчас такое все это дали резны там он сам по себе как мастеречек по кости вот это наши старинные это обувь наших больше называется это вот здесь ложили траву шаби называлась это более мягкий как бы такой выбирался я не знаю и сорт или что я к сожалению не сильно в этом и вот вот с таких и ходили еще лет 70 назад 80 в отдаленных районах а так вот если взять это конечно раньше у всех часы вот и вот и торчи габарна то я не знаю там армании там кто-то в другом не хотят уже ходить спасибо спасибо за такой экскурс не за что всегда пожалуйста поем в общем тоже поможет комментарии что-то интересно задавать вопросы передам обсудим еще встретимся еще много вопросов я думаю будут даже по изготовлению всегда интересны чем можем поможем всем пока